Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1094. События дня. Псалом 114.1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое за 14 декабря 2017 года. И далее объявление, которое опубликуемо. Нас попросили, опубликуйте. Может, кто-то поможет. Вы умеете тормознуть, а дальше вот три ролика здесь, как умерла, хоронили. Себе можно выписать еще. Наталья. Ух, это высота. Я боюсь их называть, но это не еще отбреет, если полезут на нее недруги. Узнают фамилии, ничем не занимаются. За мной гоняются их сонмы, легионы. И на них начинают всякую грязь лить, на меня, чтобы отошли от меня. А куда? А дальше ничего нет. И после этого, когда человек, допустим, что-то начинает соглашаться, дальше они уже не останавливаются ни перед чем. Чем? Слуги дьявола. Амаликитяне. Амалик добивал отставших. Отец Игнатий. Мир вашему дому. Тут такой вопрос появился. Почему Исаака Сирина считали нестарианцем? Вы больше знакомы с его трудами. Что можете сказать? Я отвечаю. И что из того, что говорят? Для меня он православный, по трудам своим, один из самых великих в духовном рассмотрении. Весь ответ. Кто-то сказал, назвал его как-то. Мне легко отвечать, потому что меня так называют. Ну, сказал, что нестарианец как? На меня тоже. Я говорю, Бога родить нельзя, Богородица. Я называю Богородица. А он, не историй-то сказал, патриарх, что назвать ее Христородица. Христородица. Я не называю так. Но по смыслу-то понятно. Нам нужно разно объяснить. Бога нельзя родить. Бог вечен от начала. Так. Наталья пишет. Игнать Ихонович. Вот еще вопрос. А марониты – это настоящая церковь? Или это раскольники? У них священство настоящее или нет? Есть храмы христиан, маронитов и на Кипре. И, конечно же, Ливан. В Германии, не знаю, есть или нет. Тут много всяких. Вот разбираю. Я отвечаю. А я никогда не разбираю. Если это где-то, и мои познания будут только из книг, и могут оказаться как раз неверными, это будет вину моим словам. Зачем мне это? Я не разбираю. У нас наши жили в Киргизии, в село Воронцовка. Ну и приехала в гости Конева Валентина Павловна. Она часто по гостям ездила. Верующая. Ну, побыла сколько там? Ну, в семье, в чужой. И поехала. И поехала. Подошла к отцу. Тихон, Дмитриевич, я выезжаю. А он отвечает ей. А вот наша мать, она не шлялась никогда по чужим домам. Она занималась своими делами дома. Вот понимаешь, к чему он сказал. Она не шлялась по чужим делам. Епископ Курочкин пишет. Повесть о Иване Денисовиче я прочитал еще в школьные годы. Она меня поразила. А об авторе тогда ничего не знал. Это для меня было поразительным. Как так? Произведение гениальное. И об авторе кругом молчок. После перестроечных восьмидесятых, когда стала появляться правда, которую тут же принимались забалтывать до степени оскомины, я буквально в хламе у приятеля обнаружил толстый литературный журнал с архипелагом «ГУЛАГ». Всем сердцем, умом, сочувствуя, засчитывал с этим великим произведением, но время от времени не мог удержаться от возникающего возмущенного негодования. Как? Ну, скажите мне, как? Как можно было подвергать и автора, и само произведение глупой обструкции? Почему обструкции-то, не знаю, на «О». А просто. Александр Исааки Сложеницын. А есть Иван Андреевич Крылов. Его бессмертная басня «Слон и мостик». Вот какой-то Евгений Рыбаков. Не знаю. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Это за один день было. Столько написано. Смотрю ваши видео на Ютубе. Хотелось бы узнать, как можно приобрести ваши книги к истинному православию? И новый завет с толкованием блаженного фефилакта болгарского, с комментариями относительно сегодняшнего состояния православной церкви. Еще есть небольшой вопрос по поводу пояска. Интересуюсь, почему у вас принято носить поясок, а не заправлять одежду в брюки, в штаны? То есть это немецкая форма. Брюки в штаны, она-то везде на западе. Брюки в штаны. А здесь-то остается тогда так, и туда вся пыль, все попадает внутри. Они скатываются вниз. Я пишу. У дореволюционных художников или фотографов не найдете простого мужика без пояса на рубахе на выпуск. Так же одете его дети. Слово «пояс» в Святой Библии упоминается сто два раза. А что без пояса, то только один раз, а иноземном захватчике Рапсаки. Вопрос, в поясе ли вы? А если не в поясе, то еще и дресс-код на вас исполнился тогда. Пояс может быть из любого материала, но чтобы только не было во вред здоровью. Никогда не снимается, как и нательный крестик, ни в бане, ни на ночь. Это постоянный. Но для праздников может быть особый широкий любой расцветки, совершенно любой. И, как правило, завязывая и на себе, и на детях на четыре узла. Ничто это не символизирует, просто чтобы не потерять, не развязался. Символ пояса есть, и весьма поучительный, и ценный. А именно, я писание сразу привожу, опровергать тут никто не будет. Итак, станьте при поясом шресла вашей истинною и облегшись броню праведности. Если никто не носит платки, как женщина, мужчина пояса, мужчина без бороды. Слово пояс при поясании, при пояшься. Встречаются эти слова во всей полной Библии, полной Библии. Я не брал, не помню, 125, 102 четко. Нам это ни о чем не говорит. Во Святой Библии нет ни одного лишнего слова. И вдруг столько раз упоминается о предмете, который вроде бы и не игреет, и не продлевает жизнь. В поясе были пророки, апостолы, воины, и ныне Христос, святые ангелы. А распоясаться? Такое слово встречается в Святой Библии только один раз, единственный раз. И говорит, как и в поговорке о том, что человек хулиган, разбойник, распоясавшийся, болтающий, что попало. Вот теперь мы считаем, где это написано. У кого есть Писание, он может проверить, просчитать, так ли это. Третий царь, 20 глава, 11 стих. Отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. И, однако, весь мир сегодня держится одного слова, в самом отрицательном смысле, употребленном во Святой Библии. А на 102 раза упоминание о поясе во Святой Библии – ноль внимания и дикое противление хуления. Что? Это само по себе и во всех народах, и от малого до большого. И само собой и так. Кто же это так делает, как не враг душ человеческий, и чтобы люди и в малом, и в большом были враждебны прямым указаниям Божиим и не подражали ни Христу, ни апостолам? Филиппийцам, 3, 17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Деяние, 21, 11. И, войдя к нам, сам человек взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужичи этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников», то есть смотрящих сквозь время. Вот Вольф Мессинг этого никогда не видел. А все убийство, война, где-то умрет. То есть от дьявола это было. Курил, пил, жил в Балудее. А здесь пророк говорит, Агав, Иеремия, 1, 17. «А ты припаяшь шресла твои, и встань и скажи им, все, что я повелю тебе, немалодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Исход 12, 11. «Ешьте же его так, пусть будет шресла ваши припоясаны, это для всех, оба ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, с поспешностью не сидите». Исход 12, 11. Это Пасха Господня. Деяние 8, 8. «И сказал ему ангел, опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Интересно как. «Наторопиться из тюрьмы, от угрозы смерти выводят от себя, опояшься». То есть он на ночь снимал. Откровение 1, 13. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обреченного в падир и по персям, поясанного золотым поясом». По груди, не внизу. Это не поддержание чего-то. Откровение 1, 13. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому». Вот нашли. 1, 13. «И откровение 15, 6. И вышли из храма 7 ангелов, имеющих 7 язву, обреченное в чистую светлую льняную одежду и опоясанное по персям золотыми поясами». Ну зачем говорить? Монахи, военные – все в поясах, где есть дисциплина, собранность. Народные фольклорные ансабли, казаки – все в поясах шикарных на сцене, хотя бы и на картинках всех художников Репина, Боснецова, Поленова, Сурикова и иных. «И в житиях святых видим пояса. 15 февраля и в Севе пустынник. Был настолько истощен в постах, что пояс не мог держаться на нем». 22 апреля Федор Секиот, когда был с матерью в храме, снял с себя гривну и пояс. И отдал матери – забери это. 27 июня – сам сон. Вместо пояса у него была веревка. 21 июля – Симеон Еродивый. Не знаю, с чего же начать свое уродство. Вначале ножом изрезал свою одежду. Потом нашел мертвого пса, привязал его поясом за ноги и протащил по всему городу. Вот эта святость. Ну вот о поясе ответ один. Наталья Климчук. 16 минут назад. «Игнатий Тихонович, у меня к вам вопрос. Хочу возродить заброшенную деревню. С чего надо начинать?» Я пишу. Приятно слышать это. В течение последних десяти лет примерно – это первый настоящий патриот. И при том в женском теле. Пожелал сделать немыслимо, трудно и важное то, что похвально и требует мужества. Начинать нужно всегда и все с молитвы. И тем более на это невероятно сложное в наше время дело. Заброшенные сел, ждущих возрождения. Согласно статистике, ныне намного больше, чем 21 тысяча. И есть еще чуть ли не 10 тысяч сел, дышащих на ладан, где один, два или чуть больше жителей в запредельно глубокой старости там, которым вовсе уж некуда податься. Нужны люди, хотя бы один человек на подмогу. Возрождать, основывать новое поселение – этим занимались мужи. Одинокие не приживаются. И они на это дело не всегда годятся. Разве только с кем-то приехали, с родителями или с родственниками. Хорошо, если сразу приедут с семьями, с малыми детьми, то есть несколько таких, друг другу помогать. Престарелых можно брать только как родителей. А дальше начинается хождение по мукам. Зарегистрировать в центральных местных органах свое желание. Чтобы официально это провели в решениях своих земельных комитетов. Выделили землю, нанесли на карте новое поселение. Можно начать и без всего этого. А уж если дело тронулось в гору, то через год, если вас не сметут завистники, заняться этой бумажной волокитой. Говорю, имея малюсенький опыт, который мы уже приобрели, когда уже позади 27 лет, как начали возрождать заброшенное, полностью уничтоженное поселение, где 20 лет был пустырь. Заросшее село или поселок, как наша Потеряевка. Это я беру с первого года объявление. Ну, кое-что цифры меняю. Там другая была цифра. Там 15 лет. Вот. Мы давали объявление о начале нашего дела в разные газеты и далее. И в первый же год было полторы тысячи заявок. Разрешили приехать троим. Приехали, а остался только один. И теперь он уже полностью один. Жена с детьми бросила его и уехала. Причин к тому есть множество. Мы в объявлениях писали так. Ищем истинных соратников. Столько людей сегодня возвращаются в Россию, которые хотели бы обрести для себя и своих детей именно такую общину дружину. И даже пытались где-то сделать, создать, но у них не получилось. Просим сообщить людям через газету, через службу миграции, миграции. Мы есть и ждем от них весточки. Православие – вот единая национально объединяющая идея восстановления и созидания России. Опубликуйте бесплатно, и Бог воздаст вам милостью. Прошло 27 лет, это на сегодня, как мы начали с нуля восстанавливать наш родной поселок. Устав деревни гласит, что строим православное поселение на христианских, православных, благочестивых, старинных русских обычаях. Христианских, поясняется, не баптистских, а православных. Да православные – это все сегодня еще не знают. Благочестивых, старинных русских обычаях. Вот, пять слов. Право на поселение может получить только тот, кто не лжет, докажет. Не курит – два. Не пьет – спиртное – три. Не сквернословит – не матерится – четыре. Не ворует – пять. Пять. Живет по-христиански. Начинали с палатки. Получен статус. Теперь есть электричество, храм, школа восьмилетка, филиал, земля, техника, домах. Живут от подсобного животноводческого хозяйства и от огорода. От города Барнаула – 150 километров, от сельсовета – 15 километров, от железнодорожного раздельца – 4 километра. Вокруг – березовые колки. Можно держать домашний скот, птиц, пчел. В деревне есть священник, учителя, фермеры, электрик и другие специалисты. Помощи никому, никакой нет. Каждый самостоятельно должен построить дом на дворной постройке, как всегда делали, заселяющие новые земли. Я просчитал, интересно, обычное было какое. Люди приезжали, их проверяли. А как? Чтобы за день построили дом и затопили печь. А возможно ли это? Не построил, значит, какая-то причина заболела. Обычно нанимали кого-то, делали, все, материал завозили, печь, чтобы дала дым. А они, старики, решали там, 7 человек или сколько. Рядом действует православный лагерь уже 36 лет. Теперь уже 45 лет, и его нету. Мы в другой вариант перешли. Желательно, чтобы люди были семейные, молодые, с детьми. Без разрешения ни в коем случае не приезжать. Категорически запрещено. Ну, я не знаю, как можно дальше говорить, когда это уже столько раз мы говорили. Смотрите. Без разрешения ни в коем случае не приезжать. Категорически запрещено. Контакт, адрес, телефон в Барнауле такой-то, 383-852-24-38-46, деревня такой-то, и мой мобильный телефон. Если, допустим, человек это говорит, то чтобы не алокал, а прямо сказал, то звонок, и сразу же начинал говорить. Такой порядок, что я такой-то, живу там-то, я ему предложу выйти в скайп, побеседуем. Дам какое-то задание проверить его. Проверка. Если он его выполнит, притом, в течение одного дня, все, будем тогда разговаривать. Ну, дальше о поселке Потеряевке, какой он был основан, когда, в 18-м году. Вот, в этом году мы 200-летие отмечали. Так, тормозните и найдете, что. Быть ли поселку, это зависит от милости Божией, нашего послушания Божьим заповедям, от благоразумия власть, придержащих Россию, края, район, если совета. Если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие его. Интересно, вот эта буква разрывает, как эта система, я не могу соединить буквы даже. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, 1. Вот такой ответ один только дал. Одному человеку. Сколько на это потребовалось времени, да еще не до конца посмотрел, так как идет заказчика большого ролика, вчерашних занятий. И поэтому, ну, не продавишь никак потом. Ну, и показать наши ресурсы. Вот так вот, КВ какое-то, новое сообщение. Ну, допустим, кто КВ? В друзья я не приниму таких КВ. Мне нужно, чтобы фотография была не в темных очках, не какой-то рисунок, а своя фотография. Тогда принимают в моем мире. И вот сейчас кто-то написал, ну, не открывается, видите, вот, мелькают тут. Ну, не открывается. И еще тут нельзя сделать пока. Хотел показать, как. Ну, не прошло. Мой мир. Вернусь назад. Сейчас. Ну, показать мой мир. В него писать можно, отвечать мой мир. Вот. Если я точню, это называется, форум. Это, знаете, Латвина. 1600 тем. А вот идет загрузка. Загрузка еще не скоро кончится. Еще 37 минут до обработки будет. Ну, час. Через час. Сейчас это вот за ночь два ролика закачал, сбрасывает. И православный библейский сайт. Вот так. А вот наш... Это что? Вот видишь как? Тут тоже не открылась форум. Форум. Не форум это. Говорю форум. Надо показать наш YouTube. Очень большой YouTube. Почти 1350 видеороликов. 13 350 видеороликов. Очень много. Вот так. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот оно. Он не может открыть пока. Сейчас откроется. Заказчик идет. Каждый день около 10 роликов у меня. Ну, не меньше пяти. Поставляется. Вот тут все открывается. Открылась кое-как. Открылась. О! А здесь тоже открывается. Ну, в моем мире... Тут у меня две страницы. Одна, вот которая здесь я в шапке. А другая, где с голубем, там не писать. Нет, нет. Видишь как. Посмотреть, что означает написать, думал. Но нету. Все на этом на сегодня. Все на этом на сегодня.